Итак, что у нас тут стало получилось? Справа седра, с ревым юбом. Встал это за спиной Восток, а перед нами Завод. Вот его собрались, получается юб, там у зеленых и звездочков. Да, только это не звезда, а планета Юпитер. Это часто путают со звездами по импульски. А если мимо тебя понаблюдаешь за ночным небом, то увидишь, что звезды ворцают, а планеты нет. А для астронавигации планеты нагодятся, потому что они все время меняют свое положение на фоне звезд. Само слово «планета» с греческого как и переводится «блуждающие». Так что нам с нами нужна именно звезда. И не какая-нибудь опутеводная. Я знаю, я знаю. Полярная звезда. Про нее везде так и пишут путеводные. Наверняка она самая яркая. А вот и нет. Ее так словно и не приметишь. Полярную звезду ищут по ближайшим созвездиям. Прямшим, как говорится, от печки. Какой еще печки? Так говорят, когда начинают с чего-то главного. Найдешь мне самое известное созвездие? Конечно. Большая медицина. Сейчас найду. Вот всегда стрелка указов на документе. А ты ее представь. Сейчас. Вот она моя стрелочка. Так. Теперь ищем судьбу в форме большого ковша. Вот одна стенка. Домишко. Вот вторая стенка. А здесь ледочка. Наш мальчик лошадь. Слушай, а почему вдруг его медведица назвали? Что-то не похоже. На самом деле в этом созвездии, кроме ковша, еще много звезд. Если их соединить, появятся лапы, ладочка и хвост. Видишь? Вот и нарисовалась медведица. Большую медведицу легко увидеть на небе. Это будет наш с тобой главный агентин. Хочешь найти какое-то созвездие или звезды? Начинай от ковша-ковша. А, так вот что за печка, от которой всегда надо лисать. А порядок, тоже по вашим медведицу можно найти? А как же? Сейчас все тебе на пальцах объясню. Поднимаем вверх руку, как он тебе удобнее. Так. Распопыльные пальцы. Располагаем ладонь вдоль правой стенки большого ковша. А большими пальцами упираемся в его донышко. Теперь смотрим на мизинец. Видишь, на звездочку указывает? Это и есть полярная звезда. Вот эта крошечка. Какой же это ленте. Ее правда сходу не приметит. Давай лучше любите. Ой, бабушка, смотри. Любите. Уже будет слева идти, а теперь вот он не вместился. А вот совсем за горизонт в воздух. Это ты верно заметил. Небо на нами всегда находится в движении. Какие-то объекты восходят, другие заходят. И только полярная звезда всегда остается на месте. Если бы мы с тобой ускорили время, то увидели бы, что ведь и массово обращается вокруг нее. Ооо, звезды как бы в корабль отводят, а по данной неправды все время на одном месте с тобой. Бабушка, а почему так? Потому что наша планета, наш космический корабль, не только летит в пространство, но еще и вращает волоку своей оси. Хранится, как волчок. Мы вращаемся вместе с ней. Поэтому и кажется, будто звезды над нами вводят хоровод. Ну а полярная звезда неподвижна. Потому что она находится над самым северным полюсом. Как Равстан, где проходит воображаемый курс вращения Земли. А если полярная звезда на северном полюсе, значит, по ней можно определить, где север? Ну вот, ты сам все понял. Чтобы узнать, в какой стороне север, надо от полярной звезды опустить вниз воображаемую линию до самого горизонта. Где она коснется Земли, там и север. Вот она какая особенная полярная звезда. А я еще вот что заметил. Созвездие Большой Медведицы тоже за горизонтом заходят. Правильно. Есть созвездия, которые так и называются. Незаходящие. Это и Большая Медведица, и Малая. А где, кстати, Малая Медведица? Ну, это очень просто. Полярная звезда на самом кончике ее хвоста. Соединяем звезды воображаемой линии, и вот получается еще один ковшик. Видишь? Это тоже незаходящее созвездие. А между Медведицами такая длинная цепочка звезд. Это созвездие дракона. Голова у него квадратная, и расположена как раз под Малой Медведицы. Здорово. А как так вышло? Одно созвездие медведь, второе тоже, а тут вдруг дракон. Ну, а какая же сказка без дракона? Ведь все это герои древних мифов. Хвосты у Медведиц, ооо, какие длинные. Какие только сказка бывают. Эти три созвездия всегда-всегда длинны на нашем мире. Но есть и другие незаходящие созвездия. Да мы их найдем. Как с полярной звездой, пляшем от петьки. Ага, значит, ищем еще ковшик. Папа. Расставим пальцы. Большой отбираемся в донышко, а ладони разворачиваем вдоль правой стенки. И вот мизинца назад на полярную звезду. Правильно. А теперь, продолжая ливо, мизинца дальше, через полярную. Видишь пять звездочек, похожих на буквуя? Только она как бы лежит на боку. А, вижу. Перевернутая Эль – это созвездие Косиопии. А между Косиопией и Манной Медведицей располагается созвездие Циферия. Вот он, похож на номер со строгоничной крышей. Видишь? Давай попробуем найти. Вот номер, а вот и крыша трогоника. Действительно похожа. Косиопии и Циферия – это царь и царица. Они правили одно время с нами. А они же, Косиопии, видишь, ровненькая цепочка из четырех звезд. Раз, два, три, четыре. Это созвездия Антрамеды, их дочери. Погоди-ка, а я ведь знаю, Антрамед. Ее чуде принесли в жертву огромному чудищу. Так в книжке с них же написано. А с пастурами – герой во имени Мерси. Да. Из-за этого помеха древние боги вознесли Косио Антрамеды. Ему созвездие – это красиво от Антрамеды. По форме напоминает цепочку. Смотри. Вот одна ножка. А вот вторая. Керси, Антрамеда, Цифея и Косиопия – герои одной истории. Но для астронавигации важнее всего Косиопеям. Начинать ориентироваться можно с нее, а не только с большой ликвидицей. Перевернутый «М» легко найти на небе. И правда, получается, не обязательно написать на печки. Фокус в том, что этих печек явно, а много. Чем больше знаешь, тем проще останавливаться. Ориентироваться можно не только по незаходящим созвездиям. А остальные как называются? Наверное, незаходящие? Именно. Антрамеды и Перси как раз такие. Потому что он мог сгружаться за горизонтом. В связи с заходящих созвездия еще много михических героев. Слышал про Рюмон. Еще бы. Он великий охотник. Тоже слишком смешный. Я хочу увидеть, что у него на поясе три яркие звезды. А вот же они. Смотри. Эти звезды называются Минтака, Аня и Амитак. А вместе они образуют двое церемонов. Давай найдем нашего охотника церемон. Вот его плечи. Вот ноги. И, конечно же, меч. Айон. Это еще один важный агентин для небесного аккоса. Три яркие звезды в ряд. Очень заметны на небе. И не нужно никакие хорошие искать. А вон у нас звезда. На правом плече Айона. Красовата такая. Она называется Бетельгейзе. Бетельгейзе. В нее папа в сфотографии космических показов. Там еще будет написано, что это одна самая большая звезд, которая знает в страну. Сверх гигант. Больше нашего Солнца в тысячу раз. Нет, даже в полторы тысячи. Так и есть. Если бы Бетельгейзе оказалась на месте нашего Солнца, она бы уплатила имя Коя. И Венео. И Земля. И Марс. И даже Митя. Ничего себе. Бабушка, а вот если провести имя через звезды пояса Айона, право и вверх, то попадаешь на еще два рожьего звездочка. Это тоже сверхгигант. Да, но совсем не такой огромный, как Бетельгейзе. Он называется Альбер-Баран. Это главная звезда в созвездии Тельца. А, Телец. Это, наверное, тот огромный бут, который уплатил охотник Арион. Правильно. Смотри. Вот его морда, спина и рога. Видишь, какие большие? Арион и Телец вечные соперники. А на спине у Телеца заняту маленькая группа из семи звездочек. Совсем близко друг к другу. Видишь? Бабушка, так это же тоже ковшик. Только крошечки. Точно. Ты нашел еще один небесный ковшик. Большая медведица, малая медведица, и вот рассеянное звездное скопление прияде. Внутри этого скопления на самом деле не семь, а несколько сотен совсем молодых звезд. они родились в одном гигантском газополеком облаке и еще не успеют разлететься. Прямо как настоящие космические сестры. Бабушка, а если целом можно посидеть, вы все-все созвездия на месте можете увидеть? Нет. Ну что ты. Каждому времени года свои созвездия. Вот, например, Ореон виден только осенью и зимой, а созвездие Девы только весной и летом. А есть созвездия, которые в наших краях совсем нельзя увидеть, потому что у нас они никогда не принимаются на перезон. Получается, в одном нашем экране один созвездие и их в Афстеролии нашу полярную звезду и вовсе никто никогда не видел. Значит, на их линии нет ни большой медведи, ни малой. А как же останавливаться? А какой печень там нравится? На небесном антасе много разных тропинок. Будешь их знать, и звезды всегда укажут тебе. А я знаю еще одну небесную тропинку. Вон там светящиеся волоса, прям как дорога через все небо. Это же мельчий путь. Я абсолютно прав. Это меч петель. Его действительно можно наблюдать отверху в точке земли. Он проходит по всему небу. Только мечный путь это несозвездие, а наша галактика, наш звездный город. Он такой огромный, что из одного конца в другой свет летит сто тысяч лет. Галактик очень и очень много. А одну из них мы даже можем увидеть невооруженным глазом. Помнишь созвездие Ангелия? Помню. А нам это серебель, которое было временно. Вот. Замочек еще днем звезд. Молодец. А теперь приглядись. Вот тут светлые камешки. Видишь? Это ближайшая трамп галактика. Называется Туманность Ангелия. И если мы не ведем на нее мощный телескоп, то увидим много интересного. Ух ты! Настоящий космический остров. Туманность Ангелия состоит из миллиардов звезд и звездных скоплений, облаков космической павелии газа. Только представь, все это движется в пространстве с огромной скоростью. Но если галактики движутся, значит они тоже как космические корабли, самые большие в вселенной. Да. Вся Вселенная в непрерывном движении. Астрономы очень долго изучали галактику Ангромеды и поняли, что она и внешний путь устроена очень похожая. То есть они не только галактики соседки, но и близнецы. Галактика в Ангромеде больше наших два раза. Благодаря наблюдению туманности Ангромеды мы знаем, как выглядит со стороны наша собственная галактика. А вот для она смотрит. звезды, гигантские облака пыль и газа собираются в основные структуры, рукава, которые закончиваются в спирали. Поэтому наша галактика относится к тем спирали. А Солнце тоже где-то там? В одном из этих отталов? Конечно. Наше Солнце одна из сотен миллиардов звезд Мечного Мути. Ну а где Солнце? Там Земля. Наш самый главный космический корабль. Мак Огонь. А знаешь, папа говоришь, что в одном путешествии далеко, далеко по незнакомым местам, совсем по-другому начинаешь смотреть на привычные вещи. Мир вокруг будто меняется. На самом деле меняется не мир. Меняешься ты сам. И особенно это заметно, когда после далекого путешествия возвращаешься домой. КОНЕЦ 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 ВОН КОНЕЦ 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 Изplic je ЕГО ГО Пау. ГО откуда ты столько знаешь про Phillip también КОНЕЦ КОНЕЦ когда-то мы с твоей Папой точно так же Männer до сих пор все не label Бабушка, я вот подумала, получается, мы и правда все космонавты? Но если это так, и вокруг нас столько космических кораблей, куда они все летят? Что там? Дальше? Ой, космонавты, дальше уже совсем другая история. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Белочки в поисках идеальной планеты. Однажды в Большом лесу жили две Белочки, Нино и его сестра Лилия. Однажды они играли и прыгали к дереву. Миря, 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 Миря. Ты едешь? Я вас слышу. Ну где ты, Мино, сюда? Миря, Миря. А где ты, братка? Где ты прячешься? Ну, покажись. Я тут. Покажись, Мину. Это не смешно. Лови орехи. Но больше всего они любили грызть вкусные весны орехи. Когда наступал вечер и загорали звезды, они сидели на самой высокой ветке, самого прошел на дерево в лесу, смотрели на небо и мечтали. Там наверху должно быть просто расчудесно. Наверняка, где-то там есть деревья гораздо выше, чем здесь у нас. Конечно, леска простого нет, а орехи еще больше. Огромные, вкуснейшие орехи. Да, чудо-орехи. Так они сидели, глядя на небо и воображали чудесные, огромные орехи. Пока нет. Ого! КОНЕЦ СТУВИЛЯ Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Два и три! Да! Чудо-опеи! Вам скорости не хватит! Отстань от вас! Скорости не хватает! А-а-а! А-а-а! Уже вернулся! Скорости не хватило! Это просто штынь от прыгнул! А-а-а! Ну и еще раз! Пойдем, посмотрим, растут ли чудо-олеки на Нептуне! А-а-а! Вот же на кого-то! Вот она! Прекрасная планета Нептун! Голубая, как Земля! Ух ты! Она красивая! А-а-а! Что-то я не вижу в Орехах! Ну, там она мертвая! А-а-а! Скорее потому, что это одно из самых голубых мест Солнечной системы! На этой планете мы превратились в лёд! Лёд? Да! Всегда зима! Ни туда не годится! И орешнику немаленьким перчатам! Мы немаленькие! Ух! Маленькие! Ух! 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 Пойдем так быстро! Да, вы летите быстро! Но все равно попадете вниз! Неплудно, кто домой? Выпадаем вниз! Так, где вы собирались найти чудо орехи в этот раз? Номер двое. Пойдем. Кажется, нужно кое-что объяснить. А, вот я кури. И никаких орехов. Как? А тут слишком холодно? Да, и слишком жарко тоже. Что? Да, здесь ночью очень холодно, а днем ужасно жарко. Жарче, чем в печке. Такая погода слишком слабо, чтобы вырастить хоть что-нибудь. А это? Юпитер? Боюсь, нет. Он же из газа. И там нет почвы для деревьев. Ну вот. А как насчет этой? Венера? Нет. Там огромное атмосферное давление. А что делает это огромное давление? Он на каждом площадке Венеры на вас ставит чудовищный вес. Орежненько ни за что не вырастет. Это как все время ходить со стадом слонов на своих плечах. А есть? А-а-а-а-а! А-а-а-а-а-а-а-а! А вот это? Сатун. О нет, там душуют ужасные ураны с светлами быстрыми, как истребители. Уран тоже не пойдет. Он весь в ненавитое газа. Там ничего не растет. Особенно обеднет. О, Марс! Прекрасная планета. И когда-то на ней были все нужные условия. Но она потеряла свое магнитное поле. Своё магнитное поле? Магнитное поле? Это щит, который защищает планету от опасного солнечного ветра. Без защиты магнитным полям никаких орехов. Ммм, везде что-то никак. Да, уже надоело. Ничего не подходит. Лили и Нина очень настроились. А может, подходящая планета где-то еще среди эксопланет? А что у него? Это планеты за пределами солнечной системы. Их так много, и мы еще не скоро все их откроем. И возможно, некоторые из них будут добыть домом для больших и больших орехов. Ну, а то он уже. Теуаи 700-е, или Проксима-б, например. На них не только хорошие условия. Они еще и близки к нам. Классно. Полетели. Вот так. Ну, относительно близко. Дело в том, что они близко к нашему вселенной. Но все еще очень далеко от нас. Так далеко, что до них невозможно добраться. Можно лететь всю жизнь и все равно не налетишь. На самом деле, но могли бы добраться ваши пра-пра-правнуки. И если быть точнее, ваши... О что, слишком далеко. А может, среди всех этих небесных сам клячется идеальная планета. Ой, а это нормально. Это планета, на которой есть все условия, чтобы вы могли расти олимпи. Вот представьте. И Леон рассказал, какая планета идеальная. Твердая, не жаркая, не холодная, с жиркой водой, пригодной атмосферой, с не слишком высоким давлением и щитом от солнечного ветра. Только выходит, что нам никуда не набраться. К сожалению, нет. Как жаль. Что ж, выходит, все, что мы можем, это смотреть на небо с самой высокой ветки лесу. А-а-а, пока его, пока его. Погодите. А? На самом деле, есть одна планета. Но пока его. Прежде чем показать ее вам, я расскажу ее историю. И старый фильм Леон рассказал Ле и Нину историю про одну маленькую планету. Представьте кровотную планетку где-то во Вселенной. Она родилась давным-давно. Сначала она была суровым местом, как те планеты, что вы видели. Но постепенно она менялась. Сперва горячая и сухая, она остыла и обрела водный покров. В этой воде появились нейтероскопические организмы. Одни появились водоросли. Затем океаны отступили, обнажив континенты. И водоросли стали развиваться на появившихся берегах. Постепенно, за миллионы лет, от них появились мухи и более сложные растения. Благодаря солнечному свету, растения производили кислород. Появились и другие существа. Маленькие животные, которые дышали кислородом. Растения и животные будут начать развиваться, меняться и стали очень разнообразными. Видов стало очень много. Рыб, птицы, насекомые, млекопитающие. Некоторые растения стали дизельными. Появились цветы. А из цветов плоды. Орехи надымя. Покажи нам этот планет, или он? Пожалуйста. Вы хотите ее увидеть? Да! Но вы не увидите эту планету в телескоп. Почему? Потому что она не на небе. Ну? А где же она? Здесь. Вот она. Та самая особенная, хрупкая планета. Ибо кажется, во всей Вселенной только она, несомненно, пригодна до жизни. Единственные на всем свете чудо-орехи. Здесь. Так, Велик и Нина поняли, что Земля — это бесподробная планета. Планета, где жизнь возникла благодаря постижения цепочки свеча и мести. Планета, где, может, и нет чудо-орехи. Но это дом для тысяч ливеных растений, цветов и деревьев. Планета, которую мы должны любить и беречь. Планета, где жизнь возникла. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...